Всем привет! Это канал Про Цветок, на котором мы рассказываем простым языком, как вырастить здоровый и богатый урожай. Меня зовут Дмитрий, и сегодня я расскажу вам о том, как посеять баклажаны и в какие сроки их нужно высевать. Чтобы получить хороший урожай баклажанов, нельзя проморгать сроки. Нужно высевать баклажаны вовремя, чтобы они успели вырасти до наступления холодов. Поэтому первым делом нужно определиться со сроками посева. В наших условиях баклажаны выращивают только рассадным способом. Баклажаны высаживают в грунт в возрасте 60-70 дней после всходов. А значит, исходя из этих данных, мы будем подсчитывать сроки посева на рассаду. Чтобы получить хороший урожай баклажанов, нельзя пропустить сроки посева семян. Ведь если высадить баклажаны слишком поздно, то урожай может не вызреть до наступления холодов. Поэтому первым делом будем определяться со сроками. В наших условиях лучше всего вырастают баклажаны раннего срока созревания, либо среднего раннего. Не стоит выбирать для посадки слишком позднеспелые сорта. Ведь они могут не дать урожая и вовсе. В этом году я буду выращивать один сорт баклажан, который мне порекомендовали. Сорт русский размер, вернее гибрид. Крайне урожайный гибрид, плоды довольно крупные. И в принципе сорт довольно нетребовательный. По отзывам наших зрителей, а также если почитать комментарии на садовых форумах, много положительных комментариев по поводу этого гибрида. Поэтому вам рекомендую также у себя посеять семена вот этого баклажана. Рассаду баклажанов высаживают в открытый грунт, либо в теплицу, только после угрозы возвратных заморозков. В наших условиях в Беларуси это примерно после 10 мая. Если брать возраст рассады, в котором она высаживается, то это 60-70 дней после всходов, плюс 10 дней на всходы, а то и 12 дней. И ориентировочные сроки посева на рассаду будут середина февраля. Если у вас климат более суровый, и возвратные заморозки еще возможны и в начале мая, и в середине мая, то, конечно, посев баклажанов на рассаду следует отложить на более поздние сроки. Например, на конец февраля или даже начало марта. В этом случае рассада баклажанов не перерастет, и ее можно спокойно высадить в грунт, либо в теплицу и собирать урожай. Когда определили со сроками, наступает второй этап. Это подготовка грунта для рассады. Баклажаны, как и большинство овощных культур, которые мы выращиваем через рассаду, это и томаты, и перцы, любят рыхлую, легкую и плодородную почву. Для посева подойдут универсальные грунты для рассады овощных культур, либо специализированные грунты для баклажанов. Конечно же, даже покупные грунты, уже готовые грунты, нужно обеззараживать. Ведь в них могут присутствовать различные инфекции, различные вредители, которые способны угубить нашу рассаду. Поэтому примерно за месяц до посева семян баклажанов на рассаду я обеззараживаю грунт с помощью биопрепаратов. Вот пользуюсь таким биопрепаратом, защита комплексная. В нем присутствуют почвенные грибы метаризиум и баверия, которые надежно обеззаразят грунт от различных фитопатогенов, а также от возможных вредителей в грунте. Поэтому примерно на 10 литров грунта я добавляю чайную ложку гранул этого препарата, увлажняю грунт, чтобы грибы начали там активизироваться, и за месяц грунт полностью готов к посеву семян. Следующий этап – это подготовка семян к посеву, а именно их обеззараживание. Если открыть пакетик и обратить внимание на семена, то они могут быть покрыты определенным фунгицидным составом. Тогда семена будут, например, зеленого либо голубого цвета. Значит, такие семена обрабатывать, обеззараживать не нужно. У них уже есть защитная пленочка, которая будет оберегать наши растения от различных фитопатогенов, и всходы обязательно появятся. Но если семена не обработаны фунгицидным составом, а не естественного цвета, то, конечно же, их нужно обеззаразить. Семена можно обеззараживать с помощью различных биопрепаратов, с помощью перекиси обычной и многих-многих других средств, о которых мы рассказываем на нашем канале. Я же пользуюсь самым простым и надежным способом для обеззараживания. Использую для этого обычную вот такую 40-градусную водку. Семена баклажанов замачиваю в ней примерно на 10 минут. Затем промываю чистой водой и приступаю к посеву. Для посева можно использовать как общую емкость с последующей пикировкой рассады, так и сразу отдельной емкости. Но главное условие для баклажан – это, конечно же, тепло. Ведь сходы баклажан появятся только при высоких положительных температурах. Чтобы баклажаны взошли, должна быть оптимальная температура – плюс 23, плюс 28 градусов тепла. Только в таких условиях баклажаны дадут сходы. Если температура будет низкой, меньше 20 градусов, то есть большой риск того, что сходы не появятся. Семена попросту сгниют в почве. После того, как вы посеяли семена, емкостью нужно укрыть каким-либо материалом, например, стеклом, либо просто поставить вот эти баночки в пластиковые пакеты и поставить на хорошо освещенный солнцем подоконник. Ведь поначалу молодые всходы очень требовательны к освещению. Подоконник нужно выбирать максимально хорошо освещенный солнцем. Если у вас нет подходящего подоконника, тогда нужно покупать дополнительное освещение и досвечивать рассаду до 12 часов в сутки. В этом случае рассада не будет вытягиваться, будет крепкой и коренастой. Далее за рассадой обычный уход. Это поливы и подкормки. И при необходимости, конечно, дополнительная подсветка. Но самый важный этап с рассадой баклажанов наступает весной, когда мы высаживаем рассаду в теплицу, либо в открытый грунт. Рассада баклажан имеет большую пышную листву. Но на улице весной яркое солнце. И когда мы высаживаем нашу рассаду баклажанов в открытый грунт, либо в теплицу, листья могут попросту сгореть, ведь они еще не приспособлены к открытому яркому солнцу. Поэтому после посадки обязательно притеняйте баклажаны. Используйте обычный белый спонбонд. Ставьте дужки и набрасывайте спонбонд. В этом случае рассада баклажанов не подгорит, не пострадает и будет нормально развиваться. Еще одна проблема при выращивании баклажан – это паутинный клещ. Очень часто в теплицах баклажаны страдают от этого вредителя. Листья усыхают, бледнеют, и урожая можно попросту не дождаться. Поэтому обязательно используйте акарициды для обработки баклажан. Лучше всего использовать биологические препараты. Например, я пользуюсь энтолеком и фитовермом. Чередую обработки. Раз в две недели обрабатываю энтолеком, а затем фитовермом. И вредитель мне большого вреда не приносит. Баклажаны хорошо развиваются и дают полноценный урожай. В конце можно сделать итоги. Чтобы вырастить баклажаны, нужно соблюдать сроки посева, обеззараживать семена и обеззараживать грунт, а также обеспечить баклажанам дополнительное освещение. Либо выбрать максимально освещенный солнцем подоконник. И в этом случае урожай у вас обязательно будет. Прошу поделитесь в комментариях, какие сорта баклажан вы выращиваете, и довольны ли вы своими урожаями. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч.